Привет, друг, с тобой Аван, мы продолжаем играть на сервере RedMir, второй сервер, всё как всегда. И как ты понял по названию буквы ролика, сегодня я вам расскажу о моей коллекции BMW M5 на этом сервере, что же с ними произойдёт, что я буду с ними делать, продавать или оставлять, и вообще поговорим о данных автомобилях. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. А перед началом ролика хотел сказать, что именно на этом сервере есть свой личный промокод, вводи его при регистрации и получать 20 тысяч долларов при достижении третьего уровня. Даже, пацаны, не знаю, с чего начать. Ещё где-то с 2019 года у меня была идея собрать все M5 на сервере, только не на этом, а на другом. Но что-то я от этой идеи ушёл, потому что у меня не было денег, у меня не было мест, мне жалко было тратить деньги. И в 2021 году, если не ошибаюсь, я решил всё это поменять. Или в 2022, если честно, уже не помню, наверное, во втором. В первом я всё-таки решил, что буду это делать, а в втором уже поменял. А в итоге, что я сделал? Во-первых, я купил вот эту BMW. Всё началось именно с кэски, если я не ошибаюсь. Эту кэску я купил у Димона Талибаса. Он просто мне написал, кэс будешь? Я такой, сколько? Он говорит, 200 вроде, 210. Я что-то торговал до 200 вроде. И купил, хотя я сам не знаю, зачем я её купил тогда. Если я ездил бы всё равно на Хуракане, и просто зачем я её купил? Не знаю, просто захотел кэс. И это, получается, самый первый автомобиль в нашем автопарке. И самый жирный. Вот, после этого момента, как бы, мы прикупили Е39. И с Е39 есть даже отдельный ролик. Потому что, как бы, это моя мечта в реальной жизни. Ну, не мечта больше, как цель. Потому что мечта это ГТР, который у меня есть. Как только она вышла, мы сразу же поехали и купили с автосалона. И затюнили всё, как должно быть. И потратили на неё около 120 тысяч долларов. После того, мы купили Е60. Об этой BMW и об этой BMW тоже, кстати, есть ролики отдельные. Вот. Я просто приехал на БУ. Просто посмотреть, что там в наличии. И увидел вот эту BMW. С украинским номером. Даже с Винницкой области. Свинницы, как и я. Вот. Она мне очень запала в душу. Потому что она смотрится охрененно. Это хам. Вот. И я решил, типа, блин, почему бы не купить? Спрашивал, какая цена. Он говорит, не продаёт. Я говорю, ну, только как будешь продавать, сразу мне напиши. И он мне тоже написал. И я сразу же купил на следующий день за 100 тысяч, если не ошибаюсь. После этой BMW у меня было затейши. У меня было 3 BMW. Я думал, собирать дальше или нет. Вот. И прикупил вот эту Е34. Е34 вообще в цвете было очень сложно найти. В итоге я купил с БУ в цвете обычную BMW. И поехал затюнил. Я накинул на неё смену, диски, тюнинг, M5 пакет сделал полностью. И выглядит она теперь просто бомбически. И последняя тачка в коллекции. Это подарок от Flaky. Это BMW M5 F10, на который 34 километра пробег. Ну, можно уже, кстати, больше. Потому что мы ехали с SFLV. Так, пацаны, я собрал своих подписчиков. Ну, как собрал? Просто оставил тачке здесь снимать ролик. И приехало 5 человек. Вот. По машинам! Я хотел давно это сказать. Короче, открываем каждую тачку. Поедем сейчас на парковку другую. За мной, подожди. Ебать! Я впервые буду видеть, как все мои 5 BMW будут двигаться вместе. Все это нормально. И я просто... Блядь, лучше бы я не смотрел. Тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Блядь, как это охуенно смотрится. И нет, я не BMW-дрочер. Ну, а чтобы этот ролик не был прям таким аж скучным, давайте разбавим его немножко техническими характеристиками данных автомобилей. Первая у нас на очереди это BMW M5 E34. Выпускался данный автомобиль с 88-го года по 95-й. Имел два рестайлинга, в принципе, как и все данные автомобили. Выпускался сонарядный 6,3-8 литра объемом, который выдавал 340 лошадиных сил и 400 крутящего. При то на 670 веса и ехал до сотки он за 5,9 секунд. Следующая BMW M5 E39, которая выпускалась с 98-го по 2003-й год. Это автомобиль уже 21-го века, как-никак. Выпускался он впервые с V-образным двигателем V8 на 4,9 литра, который выдавал 400 лошадиных сил и 500 крутящего. Весил этот дурь 1795 гг и ехал до сотки за 5,3 секунды. По сравнению с прошлым поколением 0,6 секунды быстрее. Три самых легендарных BMW M5. Первая это BMW M5 E60. Это первая тачка BMW на V10 моторе, если не ошибаюсь, серийная, с роботом. Которая выпускалась с 5 по 10-й год. Имела объем 5 литров, который выдавали 507 лошадиных сил, 520 крутящего. Это все весило всего лишь тонну 850 и ехало до сотни за 4,7 секунды. Ну и следующий легендарный автомобиль BMW это BMW M5 E10. Легендарный почему? Потому что в этом автомобиле стоял 4,4 литра, который жесть как ломается. Но при этом все он выдает 560 лошадиных сил и 670 крутящего. Что по сравнению с E60 эти показатели были просто крышесносны. И разгонялся этот автомобиль за 4,4 секунды при весе почти 2 тонны. 1945 кг. И можно сказать, что это тот самый автомобиль, который не хотят бомбачники. Ну может это громко сказано, но в реальной жизни так-то точно. Ну и самое новое, самое лучшее M5 на данном сервере и в данный момент в жизни это BMW M5 F90, тем более KS. Конечно же маркетинг появился еще с момента F10, потому что была обычная F10, потом F10 Competition, которая была немножечко легче, немножечко мощнее, немножечко круче. Вот, и в F90 появилась M5 F90, M5 F90 Competition, M5 F90 KS, которая Competition обычно отличалась на 25 сил и там вроде с тормозами. А, и подвеска немножко другая, жестче в Competition. И в КСе она стала половина вроде из карбона деталей, она стала на 10 еще вроде сил еще мощнее, еще легче, еще круче. Знаешь что, данный автомобиль выпускается с 2017 года по нынешнее время, еще никто не знает сколько она будет выпускаться, но судя по всем годам, еще, ну года 2-3 максимум, я думаю, выйдет уже новое поколение. Тем более уже 7-ку новую представили, X5 новую, X7 представили, значит скоро будет и очередь M5. 4.4 литра, тот же мотор, который доработали, теперь он вообще очень офигенный, все держит, не ломается. 635 лошадиных сил в данной версии автомобиля, 750 крутящего момента, при этом все, он весит тона 860 и едет до сотки за 3 секунды. Но при маленьком тюнинге он может выехать и из 2.7, там 2.5, он 2.6 точно поедет, а может даже меньше. Ну что, пацаны, вот такие у нас автомобили, вот такая у них история, такие у них характеристики. И у вас, наверное, задается, конечно же, вопрос, Эван, а что ты будешь делать с этими всеми тачками? Ведь ты ездишь на Хуракане, на ГТР и у тебя есть 5М5, как это прикольно не звучало бы. Я очень долго думал или оставить себе, или разыграть, или продать, и я, если честно, не знал, что делать, потому что вот те 3 автомобиля я купил, окей, мне не будет жалко их продать. Вот эту тачку я купил тоже сам, но чунил ее с нуля, задонил на нее около 120 тысяч долларов в BMW за... Сколько она там новая стоит, я уже не помню, тысяч 10? Нет, как бы жалко с ней расставаться. Эту тачку мне вообще подарили, а как бы, знаешь что, что я все-таки решил? Разыгрывать это очень бредово, потому что половина тех, кто получит эти тачки, они, ну, единицы оставят себе, а большинство просто их продаст, и все, и смысла от этого не будет. А вот оставлять себе, как бы, у меня тоже нету места, ну, в принципе, желание, в принципе, есть, это как бы уникальность, но мне нужны места для кое-чего другого. И все, что логически приходит на ум, это продать их, но продавать не по одной штучке, а продавать всем пакам в одни руки, то есть все автомобили в одни руки. Чтобы какой-то коллекционер, либо какой-то подписчик, ну, кому реально нравятся все эти автомобили, мог прикупить, а дальше делал бы с ними, что хотел, это реально единственное решение, которое я смог принять. Значит, давайте пройдемся по характеристикам и вообще по цене. И сразу хотел сказать, что ни на одной из данных автомобилей нету бода и штора. Первый лот, это у нас BMW M5 34, она Full FT, все характеристики вы видите над автомобилем. Full M5 пакет, глянет, стоит, конечно же, и на нее смена. Она без смены, не серая, а такая вот зеленая. Следующий автомобиль, это BMW M5 E39, которая тоже Full FT, к сожалению, характеристики не искоренил. Она Full FT без штори, без БД, так-то все у нее есть и один владелец. M5 E60, M5 пакет, антихром, Full FT, на хаме, единственная тачка, кстати, на хаме. Один владелец, предпоследний автомобиль нашего топа, это BMW M5 F90, Full FT M5 обвес, карбоновый, там, немножечко. Два владелица, 34 км пробег, новенькая. И M5 CS, которая стоит в CS обвесе, за кредиты, на CS дисках, за кредиты. Full FT, три владелица. Ну и теперь у вас, конечно же, риторический вопрос. Эван, сколько это все стоит? Считал я плюс-минус по рынку или по ценам, по которым я брал данные автомобили. Вот, и насчитал я плюс-минус, давайте за все эти автомобили цена будет, условно, 500 тысяч долларов. Конечно же, тот будет покупать, еще раз повторюсь, только одному владельцу все эти автомобили, одним паком. Возможно, еще цена будет обсуждаться по типу торга, окей, я готов, в принципе, пойти навстречу, ну а так, то около 500. Ну что, ну у меня, в принципе, на этом все, вот такой видос вышел. Напиши в комментариях, какая BMW тебе нравится больше всего, и вообще нравится тебе BMW, мне будет очень интересно почитать. Также, как со мной связаться по поводу автомобиля, можете написать либо мне в Дискорд, я оставлю в описании, в комментариях, либо мне в ВК, и там мы говорим вместе с вами цену. Пишите комментарии, что снимать на Редмире, как вам данная серия, обязательно нажмите на лайк, помогите продвинуть этот ролик в топ. Больше лайков, больше видосов, как бы, да, и на канал подписаться не забудь, потому что здесь выходит очень много интересного, полезного, веселого контента. Колокольчик, чтобы его обязательно не пропускать, я смотрю всегда первым. Ну с тобой был Эван, всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока.